Здравствуйте, Роман! Здравствуйте, Ярослав! Ты что, не выспался? Роман, я решил серьезно заняться наукой. Мне нужна лаборатория, где я смогу спокойно в ней работать. Где много колбочек, чашечек и так далее. Как видите, я начал с самого главного, с имиджа. Слушай, ну ты можешь воспользоваться, конечно, точнее, вы можете воспользоваться, товарищ профессор, моей лабораторией. Но, все-таки, если вы серьезно начали заниматься наукой, вы точно должны знать, что главное это не имидж, а знание. А опыты можно делать вообще со всем, что под руку попадется. Вон, хотя бы даже с этим пакетом и карандашом. Интересненько. Давайте, коллега, демонстрируйте. Сейчас покажу. Но мне, профессор, уважаемый, понадобится ваша помощь. Можете подержать пакет? Я подумаю. Ладно. Ну ладно, давайте помогу. Спасибо большое. Только держите ровно, хорошо? Я наливаю в пакет воду. Просто лью воду. Ну, коллега, надо быть немного аккуратнее и продумывать. Слава Богу, в моей лаборатории всегда найдется чистое полотенце. А теперь, уважаемый профессор, у меня к вам очень важный вопрос. Слушаю вас, коллега. Благодарю. Что будет, если мы возьмем этот карандаш и проткнем этот пакет? Коллега, мы будем мокрыми. Тогда прошу вас, смотрите. Я вам скажу больше. Мы возьмем второй карандаш и еще раз проткнем пакет. Обратите внимание. Ну что же, уважаемый профессор, что же вы видите? Рассказывайте. Феноменально. Я думаю, что здесь есть место какому-то физическому явлению. Ага. Вот видите, не очки делают ученого ученым, а умение объяснить что-то с точки зрения законов физики и химии. Я вам помогу, профессор. Возьмите этот пакет. Немножко подрастините его. И попытайтесь аккуратно проткнуть его пальцем. Да, и, пожалуйста, поделитесь вашими наблюдениями. Что вы видите? Ну, знаете, коллега, пакет обволакивает мои пальцы. Все верно. Когда мы растягиваем полиэтилен, мы расширяем цепочки молекул, но не разрушаем их. За счет этого полиэтилен плотно облегает карандаш, и вода не вытекает из отверстия. Такие дела. Даже примитивный пакет сгодился для научного опыта. Дело в том, что пакет сделан из полиэтилена. Полиэтилен на самом деле далеко не примитивный материал. Его начали выпускать только в 1957 году. И у него обнаружили удивительные свойства. Во-первых, он очень термопластичный. У него высокая химическая стойкость. И он не проводит электричество. В зависимости от технологии изготовления, полиэтилен бывает высокого и низкого давления. И тот, и другой выпускает на предприятии «Газпромнефтехим Салават». Из полиэтилена делают не только пакеты, но еще очень много всего. Напорные, дренажные, газовые трубы, сантехническую арматуру, упаковку, тару для транспортировки, пластиковую посуду. Впечатляет? Я и не знал, что трубы и пакет сделаны из одного материала. Впечатляет, коллега, впечатляет! Кстати, профессор, ваша бутылка тоже сделана из полиэтилена. А еще я недавно из бутылок собрал конструкцию для вечного фонтана. А он у вас где? В гараже. В гараже? Ага. Итак, я начал собирать фонтан Герона. Герон — это такой греческий инженер, математик. И, кстати, он не носил таких больших очков, и, кажется, у него не было такой классной рубашки, как у тебя. Коллега, давайте посерьезнее, хватит подкалывать. Так вот, Герон сделал фонтан, который работает без электричества. Не вводите меня в заблуждение! Это вообще не похоже на фонтан. Воу! Это фонтан Герона, и сейчас я объясню принцип его действия на схеме. Итак, фонтан Герона состоит из трех емкостей. Вода из верхнего сосуда по пластиковой трубочке перетекает в нижний сосуд. Затем из нижнего сосуда по второй пластиковой трубочке перетекает в средний сосуд. За счет этого в среднем сосуде создается давление, которое толкает воду наверх в верхний сосуд. Здесь, в верхнем сосуде, и будет фонтан. Ну да, коллега, все понятно. Ну что, попробуем, может быть, тогда запустить? Ну давайте. Хорошо. Для начала нужно, чтобы в среднем сосуде образовалось побольше воды. Для этого немножко подержим. И, как ты видишь, по трубочке вода перетекает в средний сосуд. Да, вижу. Теперь мы переворачиваем нашу конструкцию и добавляем в верхний сосуд воды. Коллега, можно я этот момент продемонстрирую я? Прошу вас, пожалуйста. О, пошел фонтан. Видите? Фонтан работает. Знаете, коллега, меня удивило. Как видите, фонтан прекрасно работает. Походно. Кстати, уважаемый профессор, раз уж вы теперь знаете, как работает фонтан Герона, может быть, объясните своим языком его конструкцию? Ну что ж, получается, он работает вот так. Мы доливаем воду. Из нижнего сосуда вода выталкивает воздух, а в среднем сосуде воздух выталкивает воду. И за счет этого работает фонтан. Ну что, коллега, вот теперь вы настоящий ученый. Поздравляю. Спасибо. Но знаете, коллега, я бы подумал над дизайном. Классическое белое. Я понял, вы ученые со вкусом. Не будем вам мешать. Любите науку. Всем пока. Хотя нет. Цвета музыкальный.